Ну а сейчас я прошу обратить внимание на нашу видеостену. Мы получили обращение из Талдома. Давайте посмотрим. Уважаемый Андрей Юрьевич, меня зовут Раиса Михайловна Корчагина. Я проживаю в Талдомском муниципальном районе около 30 лет. Мы ездим на автобусах, которым по 20-30 лет. Это старые иностранные пазики и автобусы. Вот посмотрите, какой автобус скоро поедет по международному маршруту в Дубну, Талдомская АТП, не обновляется уже несколько лет. По работе езжу в другие районы Подмосковья и везде вижу новые автобусы. Но Талдом как будто забыли. Вот в этом месяце вы вручали ключи от 100 новых автобусов. У нас есть кадры. Это все происходило здесь, в Красногорске. Вот в том-то и вопрос, доедут ли эти красавцы до Талдома? Ну, каждый год мы реализуем большую программу обновления подвижного состава. Большую. Это порядка 10% автобусов каждый год. Старых мы убираем на металлолом. А, соответственно, 500-600 автобусов новых приходят на линию. Они большой, как мы здесь видим, и средняя вместимость. Соответственно, мы стараемся, и действительно, житель прав, очень высокий запрос на новый подвижной состав. И когда автобус, что называется, дышит на ладан, это не поднимает настроение совершенно точно. Поэтому каждый год по 500 автобусов мы поставили себе в план, поставили в бюджет. Идет обновление, обновление, обновление. Я хочу дать поручение товарищу Зайцеву, Александру Юрьевичу и министру транспорта, доложить, какое обновление у нас в Талдомском районе. И если вдруг автобусы какие-то не подошли, все-таки выделить подвижной состав для того, чтобы самые устаревшие автобусы были списаны, и люди почувствовали перемену. Вот это реальная картинка. Произошло это, наверное, в этом месяце. И это очень важно. Тем более это важно, что автобусы-то производятся у нас, в Ликино-Дулево. Это еще и налоги, это рабочие места, это производство, и это само по себе имеет ценность. Плюс они работают исключительно в Подмосковье и перевозят, соответственно, те, кто пользуется общественным транспортом. Продолжение следует...